Субтитры предоставил DimaTorzok В Турцию, а там врачи симулировали операцию. Схему раскрыли журналисты, ведущие расследование. О ней расскажем через несколько минут. С начала молочного скандала прошло две недели, а проверка все еще запаздывает. Инспекторы еще не наведывались в детсады и школы, чтобы удостовериться, хорошее или плохое молоко пьют дети. Защищенный дом, спасенная жизнь. Под конец зимы пожарные провели информационную кампанию. В более чем в 800 домах установят дымовые детекторы. Ранее с такой просьбой выступил лидер демократов. На повышение зарплат денег нет, но кормят обещаниями. Муниципальные власти обещают сотрудникам детских садов бесплатный проезд в общественном транспорте и социальное жилье. Подробности в выпуске. Благотворительность или холодный расчет. Журналисты портала «Райс Молдова» поведали о схеме, по которой одна из организаций, занимающихся благотворительностью, собирала средства для тяжелобольных детей, а затем направляла их в Турцию, якобы на лечение. По данным расследования, медики симулировали операции и выписывали детей спустя несколько дней. Прокуроры возбудили уголовное дело по факту мошенничества. А между тем, состояние маленьких пациентов, которые так и не получили должного лечения, осталось прежним. Журналистка «Райс Молдова» Любашевчук говорит, что в основу ее расследования легла информация, которую владеют прокуроры. Есть говорили о этот группе криминалов, который identificал детей, граждане, больных, а дуна бани для людей, для донаций, и, далее, детей были отправлены в Турцию, в клинике из города Истанбул. И там были симулированы эффекты уничтожения уничтожения хирургических операций. То есть, эта схема была описана в досуру penalной прокуратуры. Одна из предположительных жертв мошенников – Вероника. В 2016 году она узнала, что ее дочь больна, и без операции на сердце не обойтись. Денег не было, поэтому Вероника решила обратиться к представителям портала «Каритати.мд». Выслушав историю встревоженной матери, Светлана Саенсус предложила женщине обратиться в турецкую клинику «Медикал парк». Собрать необходимую сумму на операцию помогли на сайте. Ребенок попал в клинику через представителей «Медикал парк» в Молдове. Дуэнуи Алис Рикчи. 31 марта состоялась операция. Как рассказала Вероника, после выписки из турецкой больницы никаких документов или врачебных заключений ей не дали. Спустя несколько месяцев дочери стало плохо. После обследования в Молдове врачи сошлись во мнении – операции не было. Вероника, врачебных действий, врачебных действий были. Своей решение о том, что девушке не оперировали. Вероника, врачебных действий, говорит адвокат в Клинике «Медикал парк». Однако адвокат уверен, что врачебные о том предупредили. Журналисты портала РАИС обнародовали запись телефонного разговора супругов Серегчи. Они говорили о расчетах стоимости комиссионных. В свою очередь, Светлана Саинсус утверждает, что никакой прибыли у каритати.мд нет. РАИС обнародовали запись телефонного разговора супругов Светлана Саинсус утверждает, что подробности не разговаривают. Прокуроры не получили ответ от зарубежных следственных комиссий. Сергей Дьякону, один из совладельцев каритати.мд, не пожелал комментировать расследование, назвав его необоснованным. Такой же позицией продерживается и Светлана Саинсус. Она пообещала выступить на пресс-конференции. Соучредитель портала весьма резко прокомментировал в Фейсбуке расследования корреспондентов РАИС, обвинив их в заказной статье. По словам Саинсус, кто-то предлагал отменить публикацию расследования в обмен на внушительную сумму. Представители РАИС все обвинения в свой адрес отрицают и осуждают любую попытку давления на журналистов. Большей части молдавской продукции по-прежнему закрыт доступ на российский рынок. В прошлом году в Россию было экспортировано более 170 тонн наших яблок. В нациоагентство по безопасности пищевых продуктов говорят, что Роспотребнадзор предоставляет доступ на территорию Российской Федерации продукции лишь некоторых компаний из Гагаузии и Приднестровья. По мнению некоторых экспертов, российская практика в корне неверна и нуждается в политических решениях. Объем экспорта растительной продукции из Молдовы превысил в прошлом году миллиард долларов. Рынок СНГ один из главных в экспорте свежих фруктов. В прошлом году отечественные компании экспортировали 177 тысяч тонн яблок, из них 173 тысячи в Российскую Федерацию. Партия русской скондует листы компаний, которые были аккордают дреди экспорта на фрукты, но с целью цены на строгу не существовала частые рестрикции. И в первом случае, что с дистанцией севедики не существует, в принципе, уникальный для всех компаний, которые в Пентрек территории Молдовы. Я не могу сказать, что это было в первом случае, что это было в ракуре с экспорта на фрукты. Я не могу сказать, что это было в быте экономики, но это было в эффект политики. Анса ратуют за то, чтобы молдавский производитель, укомплектованный упаковочным оборудованием и холодильными камерами, могли беспрепятственно экспортировать в Россию. Агентство отмечает, что экономические агенты с левобережья Днестра пользуются упрощенными льготными условиями со стороны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. С другой страны исходя из увлечения биомов экспорта винограда из Молдовы, в Европейский Союз почти вдвое по сравнению с предыдущими годами. Минэкономики запросила увеличить квоту на экспорт ВС до 10 тысяч тонн. В прошлом году Молдова впервые экспортировала 19 тонн яблок и 56 тонн винограда в Монголию. Ванцы говорят, что Молдова хочет экспортировать свежие фрукты, в том числе в Индию и Дубай. Майя Санду явилась в Национальный центр по борьбе с коррупцией для дачи показаний. Лидер партии «Действия и Солидарность» выступила на основании жалобы против руководства Национального агентства по регулированию в энергетике, которое она требует наказать. Свою позицию в НЦБК высказали эксперты в области энергетики и сотрудники НРЭ. Майя Санду рассказала журналистам, что подтвердила свою позицию, указанную в жалобе против руководства НРЭ. Заявление Майя Санду основывается на расчетах нескольких экспертов, в энергетике. Другиху ли купас нет. Майя Санду основывается на расчетах нескольких экспертов, Если это не случится, мы будем ставить публику в continuу. Суэтушку зрения высказал энергетический эксперт Сергей Тафилат. Он является автором исследования, который стал основой для обращения в правоохранительные органы. Офицер у КНАА хотели понять, что это механизм для calculания, для ajustения тарифов. Я объяснил офицерам, что, в связи с тем, что он делает какие-то осмотрения, calculы, которые включают тарифы, пресс-секретарь Наре заявил, что ответственные лица ведомства также выступили с показаниями. На основании обращения лидера ПАС сотрудники НЦБК начали проверки по вопросу тарифа на голубое топливо. Ранее группа экспертов потребовала у Наре сократить тарифы на 25-30%. Затем Павел Филипп заявил, что цены на голубое топливо для потребителей можно сократить на 20%. А предприятие «Молдова Газ» сообщило о вероятности сокращения на 11%. Глава городского автобусного парка может лишиться должности из-за одного автобуса маршрута Кишинев-Гедегич. В рио столичного городоначальника потребовало от него уйти в отставку. После того, как в одной из социальных сетей появилось фото этого транспортного средства автобус в удручающем состоянии. Сломанные стулья, через щели в полу виден асфальт. Сам Якоб Капчели говорит, что над советом Сильвираду он подумает. Слован Капчели, он не виноват, что муниципальный совет 10 лет не выделял денег на полу. А также на заседании при Марие Сильвираду предложила объединить городской автобусный парк с управлением электротранспорта и ввести единый билет для троллибусов и автобусов. Мы предлагаем сделать эту фузицию, которая может быть оправдана в следующие 2 месяца в консилию муниципального. Лидер демократов потребовал властей принять меры, чтобы предотвратить пожары. Домовые датчики приобретут за счет государства, пока было выделено 96 тысяч шлейфов. А местным властям предстоит отобрать семьи, которые получат эти противопожарные системы. В рамках информационной кампании спасатели отправились в село Феуреште. Оно расположено неподалеку от столицы. Мария ухаживает за своей больной сестрой. Женщина всегда тушит огонь в печи перед сном. Еще одну противопожарную систему получила мая троих детей Наталья. Ее предупредили, что держать детские вещи и коляску близко к печи строго запрещено. Детекторы получают свыше. 800 семей. Чтобы продемонстрировать их эффективность, пожарные провели эксперимент. Спасатели подожгли бумагу, а датчик тут же сработал. Как говорят спасатели, никогда не бывает поздно для подобных компаний. Никогда не будет тарзиу. Important это за год, в сезону, 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 в сезону. Провести кампанию по предотвращению пожаров предложили в правительстве. Ранее лидер демократов Владимир Плохотнюк потребовал принять меры, чтобы избежать смертельных случаев при пожарах. Министр внутренних дел отказался говорить, является ли кампания ответом на просьбу лидера ДПМ. С начала года по всей стране при пожарах погибли 38 человек, в том числе двое детей. Сотрудники столичных детсадов смогут воспользоваться социальным жильем, а работники, приезжающие из других городов, ездить бесплатно в общественном транспорте. Пока это лишь идеи, озвученные вице-примаром Русланом Кадряном. Воспитатели и другие работники дошкольных учреждений такую инициативу приветствуют. После скандала прошлой осенью, связанного с острой нехваткой в детских садах поваров и нянечек, муниципальные власти зарплаты не повысили, но кое-что пообещали. Так воспитателям, нянечкам, поварам и вспомогательному персоналу, которые работают в детских садах, обещают социальное жилье и бесплатный проезд в общественном транспорте. Наталья, воспитатель 153 детсада, приветствует инициативу. Она ежедневно приезжает из Сынджеры и тратит ежемесячно только на дорогу более 300 лев. Воспитательница из Гратиешт, Дуэна Фандос, говорит, что была бы рада и комнате в общежитии. Я стою на рот, потому что, как иначе у меня получил от зарплаты, который я имею, я остаюсь и для меня лично. Одним обещают социальное жилье, другим комнаты в бывшем общежитии столичного интерната гимназии номер 2. Кроме того, Руслан Кадрианоп обещал бесплатный проезд в общественном транспорте для сотрудников детских садов, которые приезжают на работу из других городов. По данным управления образований, из почти 3000 педагогов сейчас вакантами остаются почти 350 мест. Из пригородов в столице работают более 300 воспитателей, а из-за пределов Кишинева 64. В Подмосковье в результате обрушения крыши платной парковки свыше 30 машин оказались под обломками, сообщает ТАСС. Ни один человек не пострадал, строение не выдержало тяжести снега. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на место происшествия сразу выехала бригада спасателей. Площадь обрушения составила 450 квадратных метров. Владельцам машин пообещали компенсировать ущерб. За последние несколько дней в Москве осадки практически не прекращаются. После скандала с молочной продукцией администрация некоторых школ и детских садов, похоже, мало беспокоится о том, являются ли их поставщики надежными компаниями. Или же фигурируют в списке производителей, которые нарушили технологию производства. В Министерстве просвещения говорят, что поставщики продуктов для детского меню соблюдают все стандарты качества. Спустя целых две недели после публикации отчета Восточноевропейского партнерства, Муниципальное управление образования потребовало предоставить список поставщиков молочных продуктов для школ и детских садов. Субтитры создавал Денетич, и форнезы не будут регулировать на листе в том, что они сделали publicу. И они не были представлены, что они были представлены. В общем, что-то, что-то, что-то с директором интер-мар в этой дирекции, дуна Негрей, мы не говорим, что они не были запрятаны эти две компании, которые приняты больше, не знаю, какие-то проценты грешевые вегеталии. Эти форнезы не были в списке Сотрудники детских садов надеются на бдительность властей. Директор лицея Костешт говорит, что поставщик молочки для столовой учреждения не причастен к скандалу. Как заявил руководитель Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, ведомство проверит пробы, взятые в школах и детских садах. По словам руководства Анса, импорт молочной продукции у иностранных поставщиков, который фигурирует в списке, также временно прекратится. Молочный скандал разразился две недели назад, после того, как Восточноевропейский фонд опубликовал доклад о нарушениях у ряда производителей молочной продукции, в которой растительных жиров оказалось больше допустимой нормы. Молдова ежегодно производит 500 тысяч тонн коровьего молока при потребности в 700 тысяч. У православных христиан начался Великий пост. Он продлится 7 недель. Главная суть этого периода – очистить тело и душу за счет самоограничений питания. Так, во время поста верующие отказываются от мясных изделий, молочных продуктов, яиц и алкоголя. Самая строгая неделя за весь пост – последняя, которую еще называют Страстной. Честый понедельник и Страстная пятница – это два дня, когда православные христиане не едят практически ничего. Рыба разрешается в Благовещение и в Вербное воскресенье. Пасха в этом году празднуется 8 апреля. К слову, врачи рекомендуют соблюдать пост с осторожностью, ведь не у всех отказ от некоторых продуктов может пройти без последствий для здоровья. Продолжаем выпуск. Правоохранители задержали еще одного члена преступной группировки «Патрон» по кличке «Наблюдатель». Его подозревают в шантаже. Сейчас он находится под арестом в изоляторе. Продолжаем выпуск. За шантаж ему грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время лидер группировки «Патрон» отбывает наказание в пенитенциаре Румынии. Следствие в отношении остальных членов банды продолжается. Спустя 9 лет со дня апрельского разгрома в здании президентуры его начнут реставрировать. Строительные леса уже установлены. Стоимость работ назвать сложно. Глава государства заявил, что ремонт президентуры – это подарок от президента Турции. Акцессу на президенте есть оградит этот гард, около 3 метров в высоте. Однако, по территории могут быть видели несколько работников, которые монтажят скелы. Пока неясно, за работу взялись турецкие строители или местные, также неизвестна общая сумма бюджета на реставрацию здания. В конце января журналисты ТВ-8 направили запрос с просьбой разрешить съемку на территории президентуры. Пресс-секретарь президента Ион Чабан заявил, что это возможно, но только в ходе пресс-конференции, намеченной на ближайшую среду. Для агентства МОЛД-пресс представители посольства Турции уточнили, что ремонт является помощью, предоставленной народом Турции. А президент Игорь Дадон обратился к своему коллеге в Анкаре в прошлом году. Мы узнали мнение простых граждан. Одни приветствуют инициативу, другие говорят, что позволять ремонтировать символы государства чужим людям бесчестно. Ну, конечно, это позор. Позор для страны, потому что все-таки я считаю, что это Молдавия, богатая страна, богатая традициями, богатая народом, богатая землей. И когда нам дают подачки, чтобы мы отремонтировали собственные домы, это смешно. ДАКА НУ АВИАМ БАНИ НОИ, ЧИНИ СО РЕПАРА? ДАКА НУ ОКОНЕТ партии коммунистов, социалистов. Здание президентуры было разрушено во время протестов в апреле 2009-го. Ремонт здания приостановили в 2011 году из-за нехватки средств. По данным расследования портала «Антикоррупция МД», до сих пор на ремонт государство потратило 106 миллионов леев. На эти средства удалось починить крышу, установить витражи и часть мраморной отделки. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Далее не пропустите прогноз погоды и очередной выпуск «Ток-шоу Политика». Ну а если вы стали очевидцем какого-либо события, обнаружили важную новость, или же у вас есть интересное видео и фото, присылайте все нам или же звоните по телефону, указанному на экране. Я желаю вам всего доброго, увидимся завтра в это же время. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова